Правила жизни Сильвестра Сталлоне Я как скаковая лошадь, чем ты её накормишь, так она и побежит. Когда ты становишься богатым и знаменитым, тебя отсекают от реальности. Между тобой и настоящей жизнью всегда находятся люди, которые заботятся о тебя, решают твои проблемы, следят, чтобы ты был счастлив и в безопасности. А когда происходит несчастье, ты понимаешь, что никакая слава ни от чего тебя не защищает. Когда я увидел полностью сведённый вариант Рокки, я сказал продюсерам, что он соберёт 100 миллионов долларов. Продюсеры сказали, если он принесёт такие деньги, мы купим тебе любую машину на земле. Так я получил свой Mercedes 450 SLE. Я продолжаю утвердить, я больше, чем Рокки. Но правда в том, что это не так, я хотел бы быть хотя бы наполовину его. Я был глуп. Рокки – одно из самых честных моих творений. Я хочу, чтобы меня запомнили человеком, который имел решимость преодолевать обстоятельства. Моя догма – проявлять настойчивость. Счастливая жена – счастливая жизнь. Мне потребовалось 30 лет, чтобы до этого допереть. Когда вы собираетесь поспорить, убедитесь, что есть повод посерьёзнее, чем пульта телевизора. Теперь я знаю, как заполучить фантастическую, великолепную жену. Теперь я могу писать, могу думать и чувствую, что мне есть, что доказывать. Мир очень молод. Когда ты достигаешь определённого возраста, все считают тебя устаревшим. Я сказал себе, со мной такого не произойдёт. Многие разделяют мои чувства, но мало кто их высказывает. Другие актёры должны ждать хороших сценариев, а я могу написать свой собственный. Когда мне кажется, что пора сняться в боевике, я пишу сценарий боевикам. Если мне захочется сделать любовную историю, я напишу её. Кино – это моя реальность. Когда я выхожу со студии, я вступаю в чужеродный мир, в котором мне не очень уютно. Когда я был ребёнком, в школе Монгомери-Хиллз, учителя проголосовали за меня как за наиболее вероятного претендента на электрический стул. И они не имели в виду в кино. Честно говоря, я так плохо уживаюсь в обществе, что не работая над фильмом, я дрался раз в 2-3 недели. Я врождённый критик, себя и всего на свете, и у меня на всё есть своё мнение. Я должен его иметь. Тому, кто не имеет своего мнения, стоит уехать в Тибет и распевать там мантры. Если окинуть взглядом на свою жизнь, готов спорить, а 80% своих поступков вы пожалеете. Но жизнь – это и есть ошибки. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки. Всем пока!